Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях в городе и области. Коротко о том, что сегодня в выпуске. Является ли он диверсантом? Внимательно выслушайте допрос и найдите убедительные доказательства. Молодежно-исторический квест «Дорогами Победы». После прививки животные чувствуют хорошо, приносят прекрасно, никаких жалоб и не было. Вакцинация домашних животных против бешенства. Сводка криминальных новостей за неделю. Сегодня мы с вами поговорим, что такое огонь. Дошкалятам о пожарной безопасности. А теперь о произошедших событиях подробнее. Десногорск по итогам первого областного осмотра конкурса среди муниципальных районов и округов признан лучшим в организации работы в области гражданского патриотического воспитания. Награждение состоится в декабре на съезде патриотов Смоленской области. Как сделать патриотическое воспитание эффективным? Этот вопрос обсудили на круглом столе, посвященном взаимодействию ветеранских и патриотических организаций с областными властями. Участники совещания считают, что сегодня одна из главных проблем – это доведение до молодежи исторической правды о событиях Великой Отечественной войны. Также среди обсуждаемых вопросов стала инициатива смолян о присвоении памятным местам, таким как Соловьева переправа, официального статуса мест воинской славы. А в Десногорске в минувшую пятницу прошел молодежный исторический квест «Дорогами Победы». В нем приняли участие пять команд. Подробности далее в сюжете. Игру для школьников города организовали сотрудники молодежного центра при поддержке комитетов по культуре и образованию Десногорска. Посвятили мероприятие событиям, происходившим на Смоленщине в 1941-1943 годах. Всех участников игры поприветствовал заместитель главы города Сергей Тощев. Хочется пожелать, чтобы вы активно себя проявили на этой игре, чтобы она запомнилась вам. А в конечном итоге мы таким образом, в игровой форме, будем знать, дополнить какую-то информацию о нашей Смоленщине, о нашей родине, о ее героической истории. Поэтому я вам всем желаю удачи. Всего участникам предстояло пройти шесть этапов. Капитан и команд путем жеребьевки получили маршрутные листы. Пункты назначения располагались в музее поискового движения и школах города. На каждом ребятам предстояло выполнить агентское задание. За него команда получала баллы. В результатах которых первое место в квест-игре «Дорогами Победы» заняла команда следопыты школы номер 4. Мне очень понравилось мероприятие, поскольку с помощью него я могу узнать историю своего края во время Великой Отечественной войны. И, по моему мнению, самый интересный этап – это был этап в школе номер один по оказанию первой помощи. Как капитан команды я горжусь и радуюсь свою команду за то, что мы все вместе заняли первое место. Идея проведения квест-игры в Десногорске, мне кажется, очень актуальна, потому что помогает не только понять историю края и вспомнить какие-то специфические моменты из истории, но и также способствует огромному сплочению ребят. Все участники мероприятия получили памятные подарки, а команда победителей – почетные грамоты и сладкие призы. В областном центре прошел краеведческий конкурс, посвященный истории Смоленщины. В творческом состязании приняли участие дети с особенностями здоровья из разных уголков региона. Ребята читали стихи собственного сочинения, исполняли танцы, бывшие в моде несколько лет назад. В Смоленске этот конкурс проводился в четвертый раз. Федеральной таможенной службе России исполняется 25 лет. За четверть века проделана значительная работа по совершенствованию профильного законодательства, внедрению современных информационных технологий. Их использование содействует развитию торговли и ускорению товарооборота компании. Среди федеральных структур таможенная служба – одно из первых – начала широко внедрять в своей работе современные информационные технологии. Если несколько лет назад электронное декларирование оказалось чем-то необычным, то в настоящее время почти 100% декларации на товары в таможенных органах подается в электронном виде. Бешенство – это заболевание, от которого в мире каждые 10 минут погибает по одному человеку. В России с начала 21 века наблюдается род случаев бешенства у животных. Прививки – единственное средство спасения от этого страшного заболевания. Об этом подробнее из Десногорского филиала Госветслужбы. Вакцинация против бешенства специалистами ветеринарии в нашем городе проводится ежедневно в рабочее время, кроме воскресенья. Отметим, что прививки делают одноразовыми шприцами. За 9 месяцев в Десногорском филиале Госветслужбы привито более тысячи голов домашних животных. Вакцина государственная. Прививаются клинически здоровые животные. Перед вакцинацией животные проводят деграматизацию хозяева своих животных. Через 10-14 дней они приходят к нам на бесплатную вакцинацию. Вакцина называется Робикан. Ее наживая, антирабическая, без противопоказаний. Естественно, если животное здорово. После прививки животное чувствует себя хорошо, приносит ее прекрасно. Никаких жалоб и не было. После вакцинации в ветеринарном свидетельстве животного производится отметка о прививке. Прививку необходимо делать один раз в год. Вакцина имеется в достаточном количестве. А сейчас блок криминальных новостей. Смолянка ограбила пенсионерку, чтобы купить еды ребенку. В городе Ярцево 24-летняя девушка похитила у старушки 35 тысяч рублей во время беседы на улице. Девушку задержали. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. В Смоленской области полицейские задержали подозреваемого с заведомо ложным сообщением об акте терроризма. Житель Смоленска пошутил, сообщив, что в здании отдела МВД в Вяземском заложена бомба. Теперь юмористу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. О криминальной обстановке в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 96 сообщений. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 138 административных правонарушений, в том числе 129 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан один водитель. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. 21 октября около 19 часов в третьем микрорайоне пострадал 15-летний пешеход. Как выяснили сотрудники ГИБДД, 19-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», совершил наезд на пешехода 2001 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавший пешеход госпитализирован в медико-санитарную часть. Ранним утром в одном из домов города Десногорска загорелась входная дверь. Пожар произошел в начале седьмого утра в доме номер 13 третьего микрорайона. На восьмом этаже горела общая коридорная дверь на две квартиры. К месту вызова прибыли подразделения 1-й и 15-й пожарно-спасательных частей. Возгорание было ликвидировано самими жильцами до прибытия пожарных. Огнем был уничтожен дверной утеплитель площадью 2 квадратных метра. Никто не пострадал. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите свое жилье и жизни от огня. Сотрудники Десногорского пожарно-спасательного гарнизона Смоленской области во время месячника гражданской обороны продолжают проводить открытые уроки с воспитанниками детских садов. 21 октября с познавательной беседой на тему пожарной безопасности инспектор 1-й пожарно-спасательной части Анастасия Зуева посетила детский сад «Лесная сказка», где маленьким жителям Десногорска помогла ответить на вопрос, когда огонь – брак, а когда друг. В игровой форме мы с ребятами вспомнили основные причины пожара, поговорили о том, когда все-таки у нас огонь является другом, когда врагом. Ребята, несмотря на свой юный возраст, отвечали на вопросы сразу, без замедления, участвовали активно в беседе. Я думаю, что такие мероприятия мы будем проводить часто, потому что, как показывает практика, именно в такой игровой форме, в форме беседы, детишки усваивают данную информацию лучше. В завершении мероприятия ребята получили памятки-раскраски, а это значит, что они самостоятельно смогут закрепить полученные знания. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – disney.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok